Одно из отечественных изданий провело сравнительный анализ декларации о доходах молдавских парламентариев, поданных за 2009, 2010 и 2013 годы. Стоит отметить, что некоторые члены правящей коалиции успели сколотить целое состояние. К примеру, председатель парламента демократ Игорь Корман, который пришел в парламент в 2010 году с весьма скромными активами. Он являлся владельцем автомобиля BMW 525 и ютился вместе с семьей в квартире отца. Однако, как видно, благосостояние скромного демократа стало расти на дрожжах. Не успел он стать законотворцем, как тут же в 2010 году приобрел участок земли в престижном микрорайоне Кишинева, где за три года, безусловно, на зарплату депутата, а после спикера парламента, построил дом. Закончив строительство в 2013 году, семья Кормана переехала в новый особняк общей площадью 185 квадратных метров, чья кадастровая стоимость достигает 2 миллионов леев. По соседству с Корманом за пять лет депутатства в элитном районе поселился и председатель парламентской фракции ЛДПМ Валерий Стрелец. В новый дом, кадастровая стоимость которого составляет 2 миллиона леев, Стрелец переехал в 2013 году, а годом раньше, проходив в рядовых депутатах несколько лет, стал счастливым обладателем аж двух недешевых новеньких авто – Audi Q5 и Volkswagen Touareg. Еще один либерал-демократ Петр Влах, став депутатом, приобрел новый дом площадью 400 квадратных метров, а также за время своего депутатства прикупил BMW X3. Конечно же, успели сколотить состояние и борцы за социальную справедливость – новоиспеченные социалисты. Игорь Дадон пришел в парламент, обладая квартирой площадью в 50 квадратных метров и машиной марки Toyota Land Cruiser. Очевидно, что предательство по КРМ было далеко не бескорыстным. Уже в начале 2013 года Дадон с семьей переехал в дом, расположенный на буйканах. Стоимость жилья оценивается в 2 миллиона леев, однако, как пишет пресса, его рыночная цена гораздо выше. Тогда же, в 2013 году, Дадон приобрел другой автомобиль Toyota RAV4. Не отстал от своего партийного босса и другой депутат-социалист Иван Чабан. Придя в парламент в составе партии коммунистов, он не обладал ни транспортными средствами, ни жильем. Но после выхода из ПКРМ уже в 2013 году Чабан задекларировал в качестве собственности машину, два банковских счета и два земельных участка. Самый, на первый взгляд, честный из парламентариев либерал Михаил Гимпу тоже успел обогатиться за время своего депутатства. Согласно данным государственного предприятия, в конце декабря 2011 года Гимпу стал владельцем трехкомнатной квартиры в самом центре Кишинева, общей площадью 154,65 квадратных метров. Стоит отметить, что стоимость одного квадратного метра в приобретенном Гимпу жилище составляет от 1100 до 1200 евро. Кроме того, что Гимпу приобрел дорогостоящую квартиру, он еще и не декларировал ее в течение двух лет, а значит и не платил налоги. Это далеко не полный список парламентариев, нажившихся на власти. Покупая себе особняки, они лишали молодых специалистов шанса получить хоть какое-то жилье, свернув соответствующую программу. Отправляя своих детей на учебу в самые дорогие университеты Европы, они закрывали школы здесь, в нашей стране. В то время, как они веселились на куматриях, простой люд голодал. Они рейдерским путем захватили крупнейшие предприятия и в то же время все крепче затягивали на шее простого труженика налоговую удавку, предпочитая не замечать нищету, отчаяние и бесперспективность, которые поглотили уже весь молдавский народ.